Всем привет! В эфире Континент. Меня зовут Игорь Цисарский. Сегодня 13 октября. Инфовыпуск. Начну я его с информации из Калифорнии. Шериф округа Риверсайд Чар Бьянко заявил, что, возможно, предотвратил третье покушение на президента, 45-го президента Дональда Трампа, остановив на контрольно-пропускном пункте человека, у которого, предположительно, было незаконное огнестрельное оружие. Или огнестрельное оружие, а также отдельный пропуск на митинг, который был в субботу в Калифорнии, куда прилетал Трамп. Помощник шерифа, обеспечивающий безопасность Трампа на его митинге в долине Каачелла, остановил водителя черного внедорожника. Это был 49-летний Вэм Миллер. Это в полумиле от входа на митинг. Это сказано в пресс-релизе офиса шерифа округа Риверсайд. Миллер был уличен в незаконном владении дробовиком, заряженным пистолетом и магазином повышенной емкости, а также поддельными пропусками для прессы и вип-персон. Мы, вероятно, предотвратили еще одно покушение, сказал Шеребьянко, как сообщает газета New York Post. Офис шерифа сообщил, что Миллер был взят под стражу. Без, он не оказал сопротивления, его поместили в центр содержания под стражей Джона Бенуа за хранение заряженного огнестрельного оружия и, как я уже говорил выше, магазину повышенной емкости. Его освободили под залог впоследствии 5000 долларов, и он должен будет явиться в суд 2 января 2025 года. Ну, то есть прогноз Гэри Гиндлера, с которым мы встретимся, кстати, в завтрашней передаче, вполне оправдался. И это, возможно, еще не последняя попытка устранения Дональда Трампа. Кстати, завтра, наверняка, будут и какие-то дополнительные факты по поводу этого происшествия. Между тем, президент под номером 44 побывал в Питтсбурге. И чего его занесло в этот город в Пенсильвании? Ну, конечно, выборы. А мы помним, сколько голосов выборщиков за этим штатом. Их 19. Обама не единственный бывший президент-демократ, вышедший на предвыборную тропу от имени вице-президента Харрис. Компания Камал Харрис объявила, что бывший президент Билл Клинтон, долгое время занимавший пост губернатора Арканзаса, потом выигравший выборы и переизбравшийся в Белый дом, в воскресенье, то есть сегодня и понедельник, проводит свой тур в районе Джорджии, а потом отправится в автобусный тур по Северной Каролине. Но это все в поддержку нынешнего кандидата от демократов. То есть это часть усилий Клинтона по привлечению сельских избирателей в двух важнейших юго-восточных штатах. Напомним, что Обама и его жена, бывшая первая леди Мишель Обама, официально поддержали кандидатуру Камала Харрис на пост президента в июле. Это случилось через пять дней после того, как президент Байден объявил о выходе из выборной гонки. Тогда бывший президент привел аргументы в пользу Харрис во время выступления на Демократической национальной конвенции. Это было в августе в его родном городе Чикаго. Он заявил, что она готова к работе. Таково его мнение. Хотя митинг в четверг, возвращаясь к Питтсбургу, стал первым выступлением Обамы во время президентской кампании Камалы Харрис. Он помог до того, как собрать 80 миллионов долларов для кандидата от Демпартии. И в том числе возглавил сбор самых больших средств в прошлом месяце в Лос-Анджелесе. Это, по словам помощников Харриса. Ну, а что же бывший республиканский президент по фамилии Буш? Что делает он для того, чтобы представитель его родной партии занял овальный кабинет Белого дома? Ну, Буш, известно, молюет картинки и при встречах со своими предшественниками Клинтоном, предшественниками Клинтоном и преемником Обамы, радостно улыбаясь, обнимается и счастлив от насаждения в их изысканном обществе. Трампу свой голос Буш-младший не отдаст. Ну, и Харрис пока не обещает. Ну, про вице-президента Ченни, который был смотрящим при Джорджа Буша-младшем, мы уже говорили, он будет голосовать за Камалу Харрис. Почему? Мы тоже рассказывали. Да-да-да. Обиды за дочь. Ну, и прочие какие-то собственные обиды не позволяют ему отдать голос кандидату, нынешнему кандидату от его родной, казалось бы, республиканской партии. Не станут голосовать и агитировать за Трампа экс-кандидат в президенты от республиканцев Митро Омни, да и бывший напарник Трампа Майк Пенс. Ну, возможно, Трамп как-то все-таки переживет отсутствие их голосов. Я думаю, что важнее, если будет за него голосовать его обычный, стандартный, нормальный избиратель. Ну, а теперь от темы президентских выборов и очередного, к счастью, несостоявшегося возможного покушения мы перенесемся в Европу и вспомним Христофора Коломба. Путешественник, открывший Америку, был, как выяснилось, ну, об этом, кстати, писалось прежде, но вот сейчас вышла статья, которая рассказывает подробности сего. И так он был сифарским евреем из Западной Европы. Об этом заявили испанские ученые буквально вчера, после того, как использовали анализ ДНК для решения многовековой тайны. Об этом пишет журналист агентства Raiders Грэм Килли. Несколько стран спорят, кстати, о происхождении месте последнего захоронения Коломба, который возглавлял финансируемые Испании экспедиции с 1490-х годов и далее открывая путь европейскому завоеванию Америки. Многие историки подвергают сомнению традиционную теорию о том, что Коломб прибыл из Генери. По разным версиям он был то ли испанским евреем, то ли греком, баском, португальцем, британцем. Теперь выяснилось, что все-таки евреи. Чтобы разгадать тайну, исследователи провели, задумайтесь, 22-летнее расследование под руководством судебно-медицинского эксперта Мигеля Лоренте. Они протестировали крошечные образцы останков захороненных в Севильском соборе, которые власти давно считают последним пристанищем Коломба. Хотя были другие претенденты на это звание. Они сравнили их с ДНК известных родственников, потомков мореплавателя, и их выводы были объявлены вчера в документальном фильме под названием «ДНК Коломба. Истинное происхождение» на испанском национальном телеканале ТВИ. Итак, исследование национальности Коломба осложнялось рядом факторов, включая большой объем данных, но в результате это исследование, результат его абсолютно надежен, считает этот самый названный, но Мигель Лоренте. Ну, Коломб, как известно, умер в Аль-Ядолиде в 1506 году, но пожелал быть похороненным на острове Испаньола, который ныне делят две страны, Доминиканская республика и Гаити. Останки его были перевезены туда в 1542 году, затем до два с лишним века, два с половиной века спустя, в 1795, их перевезли на Кубу, а затем долгое время считалось, что Испанию в Севилью в 1898 году. Ну, полагаю, что еврейство Колумба даст дополнительный повод негативного восприятия его нынешними пробудившимися и побудит их в дальнейшей ликвидации памятников, которые, благодарные потомки, возвели ему. С названиями стран и населенных пунктов будет, наверное, посложнее. Ну, вот, переименовать страну Колумбия или столицу штата Огайо Колумбус, это вам не памятник краской заляпать, а потом и снести с благословения прогрессистских властей, некоторых несущихся впереди паровоза штатов. Ну, продолжая тему, тему еврейскую, кстати, прошли праздники и продолжаются. Ну, вот, в частности, после известного еврейского Нового года, Рошашана, день, который тоже отмечается, как день Йом-Кипур, и вот на этот день, этот вечер в синагоге в Сантьяго, в Сантьяго, это в Чили, вместе со своей женой синагогу посетил легендарный человек, легендарный Битл, 82-летний Пол Маккарти, Маккарти, извините. Его сфотографировали в Кипе в окружении равинов и прихожан. Он находится в Южной Америке в рамках своего тура «Гатбэк». Маккартни и его жена Нейтси Шевелл ранее посещали службу в синагоге в Лондоне и, в общем, известно, что Маккартни открытый сторонник Израиля. Еще в 2008 году, несмотря на давление антиизраильского в БДС, он приезжал в Израиль, а позже был достоин премии Вольфа. Это международная награда, присуждаемая в Израиле, которая вручается с 1978 года живущим ученым, деятелям искусства за достижения в интересах человечества и дружеские отношения между людьми. Ну, спасибо, сэр Пол, за такую поддержку в это весьма противоречивое время, когда многие либо молчат, либо прячутся, либо открыто выступают против зверств так называемой израильской военщины, которая сейчас воюет за свою свободу, за свою жизнь с террористами Хизбаллы, Хамаса, с Ираном и прочими-прочими прокси этой страны, аятолл и фанатиков, религиозных фанатиков. Ну, продолжая европейскую тематику, мы сейчас перенесемся в Польшу. Да, сейчас Восточная Европа, кстати, стала своеобразным форпостом Европы, ну, как и во времена великого польского полководца Яна Собесского. Я, конечно, не буду сравнивать Яна с нынешними правителями Польши, но иногда и в последних пробуждается дух защитников своей цивилизации. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на партийной конференции гражданской коалиции о намерении временно приостановить действие права на предоставление убежища. Он сказал, что это станет частью его новой миграционной стратегии. Я буду требовать, чтобы это решение было признано в Европе, заявил Туск. Он подчеркнул, что государство должно вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в Польшу и в Европейский Союз. Мы сократим нелегальную миграцию в Польшу до минимума. Так-то, господа хорошие из Брюссельского кома. Туск раскритиковал Брюссель, угрожая не соблюдать миграционное соглашение ЕС, если оно поставит под угрозу безопасность Польши. Ну, мы знаем, что страны Восточной Европы в этой части отчаянно сопротивляются вот тому давлению, которое на них оказывают паровозы миграционной политики, такие, как Германия и Франция. Ну, и, наконец, веселая заметка издания Бабелумби на грустную то, в общем, тему. Она предваряется прекрасным заголовком. Какой придурок Шамала хочет помочь с ликвидацией последствий урагана, но Ди Сансис отказывается сказать ей, где находится Флорида. Кратко излагаю, что пишет сатирическая вашингтонская пчела. Рон Ди Сансис совершил невероятно мелочный поступок и помешал Камале Харрис оказать помощь в ликвидации последствий урагана, не сказав ей, где находится Флорида, хотя она действительно хотела помочь жертвам ураганов Хелен и Милтон. Согласно источникам, близким к ситуации Харрис проявила добрую волю позвонить Ди Сансису, чтобы предложить свою помощь жителям Флориды, но получила грубый отказ после того, как Ди Сансис даже не дал ей ни единого намека на то, где находится Флорида на карте. Я попросил его назвать первую букву штата или штатов, которые могут находиться рядом с Флоридой, и он не стал этого делать. Что с этим придурком? Я просто пытаюсь помочь, а он только и делает, что играет в политику. «Я тоже из семьи среднего класса, знаете ли?» Ха-ха-ха-ха. Это цитата из Камалы Харрис по версии Вашингтонской Чилы. Но на момент ликвидации Камале также не разрешили помогать в ликвидации последствий урагана в Северной Каролине, поскольку никто не сказал ей, где это находится. Вот так метко жутит издание Шингтонская пчела. На этом я свой выпуск сегодняшний заканчиваю. На следующей неделе вас ждет много интересных встреч на нашем канале Континент. По-прежнему обращаюсь с просьбой большой быть активными, комментировать, ставить лайки, обязательно подпишитесь, нажав на колокольчик, чтобы получать уведомления от нашего канала. Если есть возможность помогать нам донатами, то не отказывайся себе в этом. И нам будет приятно, и вы будете знать, что помогаете каналу, который вы смотрите. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Цесарский. До новых волнующих встреч. До свидания.